Соревнования санитарных постов в школе номер 7 открылась с торжественным построением всех участников и поднятием флагов России и Российского Красного Креста. Ежегодно свои теоретические знания и практические навыки показывают школьники Ленинского района. В этот раз участие приняли 18 учебных учреждений. Они готовились к этим этапам, целенаправленно. В каждой школе проходили свои конкурсы, школьные, внутренние. И лучшие команды потом отбирались уже на общерайонные. Было организовано несколько разнообразных этапов. Ребята отвечали на теоретические вопросы, а также наглядно показывали, как оказывать первую помощь. На каждом этапе знания по истории Международного движения Красного Креста оценивало компетентное жюри. Какие аспекты здесь оцениваются? Ну, оцениваются, во-первых, я, как бы сказать, на этапе по теоретическим аспектам медицинских знаний. Ну, это, как бы, оказание первой медицинской помощи при ожогах, оказание медицинской помощи при отморожениях, при оказании медицинской помощи при, по выражению, электрическим током. Это те, которые, вопросы, которые необходимы в повседневной жизни. В связи с последним случаем в Кемереве тема первой медицинской помощи особенно актуальна. Эти мероприятия очень важны, потому что нельзя только одними средствами взрослых людей или же другими, которые находятся на удаленном расстоянии, реагировать на немедленную ситуацию, которая произойдет в учебном заведении. Дети находятся в своем кругу, рядом, и если вдруг, не дай бог, случится какая-либо ситуация, то первый, кто поможет, друг, товарищ, который находится рядом. Вячеслав Митин, ученик развилковской школы, готовился к медицинским состязаниям долго и тщательно. Со своей командой он принял участие первый раз, поэтому переживал вдвойне. Но для него главное не победа, а приобретение новых медицинских знаний. У нас была внеурочка. Мы изучали прошлые билеты прошлого года, изучали правила новые. Мы участвуем здесь для того, чтобы получить те навыки, которые могут в дальнейшем нам пригодиться в нашей жизни, чтобы помочь тем, кто нуждается и, может быть, даже стать врачом. Такие соревнования помогают ребятам проверить свои медицинские знания, научиться чему-то новому, а также быть всегда готовыми оказать помощь пострадавшему в повседневной жизни. Очень полезно, особенно практика медицинская. У меня была такая ситуация, мы отдыхали на даче, случился тепловой удар. И мои знания очень помогли. Все у нас хотят в медицину, но просто в жизни пригодится все. В жизни все случается. Помимо теории и практики, на одном из этапов ребята показали свои творческие работы. Берегите свое здоровье, бесценный дар природы и будьте счастливы! По итогам всех пройденных этапов первое место заняла Видновская школа номер 9, второе – Видновские художественно-технический лицей, а третье – Видновская школа номер 4. Анастасия Воронина, Владимир Андреянов, Елена Кошлева, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова